Добрый день. Поступил вопрос, молодой человек, 24 года. Родители очень специфические. Отношения и в семье, и в дальнейшем на протяжении всей жизни с окружающими тоже достаточно своеобразные. Если говорить коротко, не зачитывать, естественно, все письмо, то человек везде, 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 где он был, на учебе всех уровней, на работе имел выдающиеся успехи, именно выдающиеся, то есть там всероссийские олимпиады, поступления, президентские стипендии и тому подобное. Но то, что требовало хоть сколько-нибудь целенаправленной деятельности, вызывало явное отторжение. То есть ходить на уроки было невозможно, ходить на пары было невозможно, ходить на работу было невозможно. Там, где удавалось функционировать без какой-то обязаловки, там все было плюс-минус. Но за счет выдающихся успехов, все равно везде все красные дипломы, отличные оценки, золотые медали и тому подобное. При этом это все сопровождалось буквально с подросткового возраста и селф-хармом, и, я так думаю, что и депрессивными элементами. Жалобы, собственно, провала в апатию или истерику, злость на фоне тревоги за будущее, ссор с близкими. Буквально не могу находиться один долго, потому что становится слишком одиноко, начинаю чувствовать себя брошенным. Часто сижу в тревожности за будущее и настоящее, страх перед беспомощностью, что не смогу вылечиться до конца и тому подобное. В детстве была попытка суицида, соответственно и голодание, и селф-харм, как я уже сказал, злоупотребление алкоголем. Лечение мертозапин, венлофоксин в разных дозировках, плюс ламатриджин-200. Венлофоксин сейчас 300, мертозапин 300, ламатриджин 400. Вопрос. Насколько необходимо проходить психопатологическое исследование на пограничника, ну, в смысле, на пограничное расстройство личности? Вроде лекарство у меня все равно под него, а функциональность, ну, относительно высокая. Боюсь, что если диагноз поставят, усилится тревога за то, что я не вылечусь никогда. А если не поставят, начну обесценивать себя и свои проблемы. Пока что живу с почти уверенностью, что оно у меня есть. Ну, вот, это тот самый случай, когда никакого значения, как будет называться ваше состояние, ну, абсолютно никакого значения это название не имеет. Я не могу сказать, что то, что вы описываете, это типичная картина пограничного расстройства личности. Ханя, конечно, элементы присутствуют. Но, 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 действительно, достаточно высокая функциональность при таких вот серьезных проблемах говорит о, скорее, не наличии расстройства личности, а то, что называется вот в МКБ-11 личностные особенности. То есть, да, у вас наверняка есть личностные особенности по вот этому типу пограничного расстройства. Но, помимо этого, явно, ну, если исходить из тех данных, которые вы предоставили, конечно, присутствует и высокий уровень одаренности, хорошо развитый интеллект и, скорее всего, достаточно тяжелые депрессивные расстройства. То, что ваша схема лечения, как вы пишете, она прямо под пограничника, ну, я бы не сказал. То есть, это мощная антидепрессивная терапия под прикрытием нормотимика, в общем-то, совсем не обязательно используется при пограничном расстройстве личности. Это вполне может быть и лечение тяжелого депрессивного расстройства, и лечение биполярного аффективного расстройства. Так что тут варианты могут быть. Обязательно ли вам проходить вот это вот психопатологическое исследование? Ну, на мой взгляд, вот прямо какой-то острой нужды в этом нет. Скорее всего, ваш психиатр понимает и представляет, так скажем, вашу специфику, даже по вашему описанию, в общем-то, многое можно себе представить. Если, опять-таки, факты соответствуют действительности, конечно. Если даже в результате этого исследования, если вы его будете проходить, даже если в результате этого исследования будет сделан вывод о возможности наличия пограничного расстройства личности, Опять же, отмечу, что на основании исследования диагноз не ставится. На основании исследования выносится предположение о возможной патологии личностного характера, либо эндогенной патологии, либо психогенной патологии, либо реакции на что-либо. Но никак не постановка диагноза. Диагноз вам будет ставить врач, ну, либо комиссия, там, в зависимости от того, в каком формате проводится исследование и в каком формате, собственно, нужен ответ. Но даже если это исследование и выявит у вас черты, характерные для пограничного расстройства, то, в общем-то, это ни о чем не говорит. Они и так вполне очевидны по вашему описанию. Вот в этом плане как раз-таки изменение МКБ, ну, с МКБ-10 на МКБ-11, 11-й пересмотр международной классификации болезни, на мой взгляд, является весьма ценным. То есть, там появляются еще две градации не только расстройства личности, и этот диагноз ставится как при легкой дисфункции, так и при полной невозможности функционировать, но и личностные особенности и акцентуация. Даже насчет акцентуации в вашем случае я не стопроцентно уверен. Вполне может статься, что это только личностные особенности, а реальные проблемы – это все-таки серьезное расстройство депрессивного спектра. Может быть и что-то другое. Естественно, диагноз по письму не ставится, ровно как и не снимается. Схема лечения, в принципе, соответствует вашим жалобам. Конечно, при консультации очной, либо дистанционной, я бы, может быть, и мог бы сказать, что в ней нужно корректировать, но так вот каких-то явных несоответствий я лично так вот с первого взгляда не увидел, поэтому будем считать, что текущая схема лечения вполне адекватна. Если информация оказалась вам полезной, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания.